Среди восточных хребтов Колумбийский Ханг, в двухстах километрах от Богаты, спрятан город-сокровищ. Город авантюристов и мечтателей, где у каждого есть шанс найти нереальные богатства. Меня зовут Джохайро. Я мечтаю найти изумруд за две тысячи миллионов. Меня зовут Мигер. Я мечтаю найти изумруд за двадцать тысяч миллионов песок. Это Муза. Изумрудная столица мира. Регион, где драгоценные камни оцениваются суммами, недоступными для понимания простых людей. И всего один единственный камушек может воплотить все самые заветные мечты. Когда я найду изумруд, мечтаю отправиться путешествовать по миру, купить дом для родителей и выучиться на инженера, оплатить образование сына. В шахтах Муза добывают 90% самых дорогих изумрудов в мире. Несколько раз в неделю в Богату, в столицу Колумбии, отправляют вертолеты с лучшими экземплярами, чтобы принести владельцам месторождений миллионы долларов. А как именно достают камни мечты из-под земли, мы сегодня выясним. Наша экспедиция по местам изумрудной лихорадки 19-20 веков продолжается. Мы уже испытали удачу на приисках со старателями. Я нашел! Есть! Мой первый изумруд! А сегодня отправимся туда, где случаются самые крупные находки – в изумрудные шахты Муза. И если где-то в Колумбии и существует место, где можно быстро стать миллионером, то оно именно здесь. В окрестностях городка сотни изумрудных шахт. Часть из них принадлежит колумбийцам, а часть – иностранным корпорациям. Где-то используют отбойные молотки, а где-то динамики. Некоторые шахты сертифицированы, а некоторые давным-давно закрыты. Но авантюристы каждый день спускаются туда, несмотря на смертельную опасность, чтобы испытать удачу. Каждый день в Муза – это новый шанс сорвать большой куш. Перед началом рабочего дня шахтеры ненадолго заходят на центральную площадь. Вдохновиться на новый рабочий день. С утра здесь очень много мужиков с сумочками. И что эти мужики продают? Ну, как вы думаете, что могут продавать мужики в главном изумрудном городе на планете? А это у вас изумруды? Нашел, когда перебирал породу с кладбища. А что, на кладбищах тоже здесь ищут изумруды? То есть вы нашли, извините, уже изделие? Я прошу прощения за вопрос. Или необработанные камни? Изделие. Это было на каком-то теле? Нет, просто в земле, под могилами. Вам не страшно наносить? Там же энергетика такая, наверное, не совсем изумрудная. А что тут такого? Об этом способе добычи изумрудов в нашей экспедиции мы еще не слышали. И разбираться в его тонкостях как-то не хочется. А вы чем занимаетесь? На шахте работаю. А что вы сегодня делаете на рынке? Смотрю. Вот видите, люди здесь живут изумрудами. Даже те люди, которые каждый день с ними работают, приходят в свободное от работы время, чтобы посмотреть, что продается. Вот, посмотри, 10 тысяч долларов. А это 40 тысяч долларов. А какой самый дорогой камень здесь есть на рынке? Дорогие здесь не показывают. То есть 40 тысяч долларов – это недорого? Нет, нет. Изумруды – единственный бизнес в мире, где без копейки в кармане ты через минуту можешь оказаться с миллионом долларов. Недаром в народе муза называют «казино посреди анг». В этом городе у каждого есть шанс выиграть по-крупному. Но на улицах города, помимо бойких продавцов с дорогими камнями, можно увидеть мужчину, который напоминает. Шахты – не только шанс обогатиться, но еще огромный риск и опасность. Это Сандер, бывший шахтер, который пережил обвал на шахте «Коскоэс». В попытках стать миллионером мужчина потерял ногу. Расскажите, вот как это произошло? Я понимаю, что это сложно. Вспомните, пожалуйста, этот момент. Это случилось 24 года назад. 26 августа 1997 года. Мы вывозили породу. Как вдруг нас накрыло. Сначала я ничего не почувствовал. Вы потеряли сознание? Нет, я был в сознании. Это шок был, потому что… Затем я почувствовал боль и огромную тяжесть на спине и ногах. Я оглянулся вокруг и никого не увидел. Всех завалило. К счастью, неподалеку были шахтеры, которые обедали. Они увидели, что случилось, и прибежали на помощь. Но они не смогли вытащить остальных, только меня. Почему произошел обвал? Как раз над нами был тоннель. Он и обвалился. Как вы стали жить дальше? Меня, конечно, больше не берут на работу в шахту. Пришлось перейти в торговлю изумрудами. На жизнь хватает, но это небольшие деньги. Скажите, а вообще много таких случаев происходит на шахтах? Да. В Муза очень много нелегальных шахт. Там статистика не ведется. Поэтому сколько людей гибнет на самом деле, никто и посчитать толком не может. Какой бы опасной ни была работа шахтера, от желающих нет отбоя. Ведь именно в шахтах самый большой шанс найти дорогой изумруд. Сегодня нам выпал уникальный шанс. Мы получили разрешение на добычу в одной из шахт Муза, чтобы увидеть, как официально становятся миллионерами в изумрудной столице мира. Мы сейчас пришли в офис одной из компаний, которая занимается добычей изумрудов. Бой нас дес. Здравствуйте. Как вас зовут? Мари. Я владелица и администратор шахты. Очень приятно. Дима. Сейчас выдадим тебе форму и защитную каску. А заодно познакомимся с коллегами. Бой нас дес. Здравствуйте. Дима. Джохайро Гонсалес. Вас как зовут? Даниил Борелло. Андерсон Морена. Очень приятно. Вы здесь живете, да? Мы здесь с понедельника по пятницу. А на выходные едем домой. Надевай каску и ботинки. Так, есть. Ну что, пойдем? Ну что, друзья, что мы только не добывали в шахтах под землей, но изумруды еще не добывали. А это один из самых дорогих камней в мире. Чистый изумруд без примесей весом более пяти карат может стоить дороже бриллианта. И каждый надеется найти здесь именно такой. Перед работой непременно перекличка. Адельсон? Я. Джон. Есть. В конце смены по этому списку сверят, все ли вернулись с шахты. Дима. Дима. Добро пожаловать. Тебя тоже внесем в список на сегодня. А теперь пойдем помолимся Делю Марии. Представляете, перед началом рабочего дня люди молятся. Просат, чтобы все обошлось хорошо, чтобы не было никаких обвалов. Добрая наша любимая Мария, мы просим Тебя защитить нас, чтобы мы живыми и здоровыми вернулись к нашим семьям. Окажи нам любезность найти красивые и дорогие камни. Аминь. Аминь. Каждый из этих ребят молится абсолютно искренне. В шахте не существует гарантий успеха, как и гарантий безопасности. Каждый надеется на высшие силы или на удачу. Пойдем. Просто какой-то фантастический, невероятный вид. И это то самое место, где уже больше четырех сотен лет, как минимум, идет изумрудная лихорадка. Мы уже видели, как традиционными методами добывают изумруды. А сейчас увидим шахту, которая сертифицирована. На входе парни объясняют, как все устроено. Сначала мы включаем генератор. Потом компрессор для подачи кислорода. По вот этому шлангу поступает кислород туда, на глубину. А вот вагонетки, при помощи которых достают породу. На входе нас встречает еще один шахтер. Бойнадзе, сеньор. Здравствуйте. Как вас зовут? Тонио. Тоже сейчас заходите на смену? Я начальник. А получается, есть владелица, а есть начальник шахты, да? Вообще-то я муж хозяйки. А-а-а! Самый дорогой камень в вашей биографии. Примерно 500 миллионов песо. Включаем калькулятор. 131,5 тысяча долларов. Очень впечатляет. Все, что касается изумрудов, на 80% удача. Можно очень долго работать и ничего не находить. Но когда мы все-таки что-то находим, окупается весь наш труд. Ведь это очень дорогие камни. Кстати, вопрос. Ребят, не обещайте только, что я его задам при вас. Как вы контролируете сотрудников во время добычи? Ведь если кто-то увидел большую изумруд, он может тихонечко положить в карман. И прибыль тогда окажется не на счету предприятия, а у рабочего. Это очень сложно проконтролировать. Если я рядом в момент, когда находят камень, мне его отдают. А если нет, оставляют себе. Шахтеры работают с большим энтузиазмом, если верят, что найдут изумруд и смогут стать такими же богатыми, как владельцы шахт. Друзья, просто уникальная земля, уникальная традиция. И мы еще раз получаем подтверждение, что Колумбия – это страна азартных людей, мечтателей. Которые готовы ради мечты всю жизнь дробить эту породу, копать, чтобы однажды найти камень и полностью изменить свою жизнь. Наверное, сегодня еще один шанс, потому что каждый день это шанс. Шеф, даете добро спускаться? Конечно. Каска реально нужна, потому что, видите, вот высота. Здесь уже меньше, чем метр восемьдесят. Нужно пригибаться. Сане вообще тяжело идти с его ростом. О, смотрите. Видите, уже вода. Не зря надевали сапоги. Сеньор, а что это за вода? Откуда она? Изумруда есть там, где есть разломы в породе. А из этих разломов текут подземные воды. И вот те самые шланги, которые обеспечивают нам самое главное – нашу жизнь. Если с этим шлангом что-то произойдет, а вот тут, видите, он скотчем заклеен, это конец, потому что не будет воздуха. Рисы определенно есть, и случайно люди здесь гибнут. Глядя на изумруды в гламурных ювелирных магазинах, даже не задумываешься, в каких негламурных условиях их добывают. И это мы только начинаем с пуст в шафту. Видите, вот здесь порода светлая. Значит, мы копаем в правильном направлении. Как это называется камень? Это кальцит. Кальцит – это сосед изумруда здесь, в Колумбии. Если находишь кальцит, значит, стоит копать, потому что возможен джекпот. Но есть еще один предвестник изумрудов – перит. В народе его называют золотом дураков. По незнанию, некоторые путают блестящую породу с драгоценным металлом. Но для тех, кто разбирается, кальцит и перит – указатели в поисках сокровищ. О, крутые повороты. О, здесь уже более узкий коридор. Посмотрите, какой напор, какой поток. Елки-палки. Все-таки придется спускаться очень глубоко вниз. У-ху! Хорошо так. Здесь 18 метров глубины. Видите, этот шланг с воздухом? Поворачивает здесь. И идет тоже туда вниз. Хорошо. А как люди спускаются? Где лифт? По лестнице. А-а-а! Здесь нет лифта. Нужно подождать, пока откачают воду. И минут через 10 спустимся. За ночь шахта полностью заполняется водой. Прежде чем спуститься, ее нужно откачать. Пока шахтеры работают на глубине, вода постоянно прибывает туда. И ее беспрерывно откачивают. Представляете, если что-то с насосом, можно там остаться и утонуть. Банально утонуть в шахте. Чем дальше мы заходим в шахту, тем больше встречаем способов здесь погибнуть. Обвал или отсутствие кислорода – еще более-менее понятные угрозы. А вот утонуть в шахте – это, можно сказать, экзотика. Воду, наконец-то, откачали. По очереди начинаем спуск. Никаких страховок, никаких веревок. Видите, уходит один, становится следующий, закрывает обязательно. Ждет, пока человек спустится вниз. И только после этого можно открывать эту калиточку и идти. Это правило существует на случай, если кто-то сорвется с лестницы, чтобы в падении не убить тех, кто находится ниже. Подходит наша с Саней очередь спускаться. Главное в любой ситуации сохранять спокойствие. Держаться нужно крепко. У тебя всегда должно быть три точки опоры. Если ты убрал руку, то две ноги и рука должны оставаться на лестнице. Если устанешь, можешь обхватить лестницу руками и отдохнуть. Если не хватит сил подняться, подай знак. Тебе спустят веревку и достану. Вот, пожалуйста, спускается Саня. Первый. Давай, Санька, удачи. Я закрываю калитку. Саша спустился и отошел в сторону. Теперь моя очередь. Ну что, друзья, я пошел. Но лестница хорошая, металлическая, надежная. Вот так вот, друзья. Наши первые зубруды, надеюсь, будут сегодня забыты. Глубина 18 метров. Никаких страховок. Все очень мокро, скользко. Вот эта обрешетка вокруг рама деревянная. Очень легко подскользнуться, потому что все мокрое, покрытое глиной, какой-то земляной породы. Техника безопасности хромает. Даже здесь, даже на официальной шахте. Тут весь шланг жизнеобеспечения поврежден. Вот, смотрите. Здесь уже тяжелее дышать так. И жарко очень. Чувствую по сердцебиению, так что реально вот из ворота не хватает. Но шахтеры к этому привыкли. Как только вся бригада оказывается в шахте, включают отбойный молоток. Сантиметр за сантиметром каменную породу начинают откалывать от стен шахты. Все смотрят за процессом, не отрываясь. Каждый надеется заметить драгоценный камень. Здесь, в муза, каждый выбирает свой способ обогатиться на изумрудах. Кто-то перемывает породу в реке, кто-то торгует. Но тем, кто решил попытаться сорвать куш в шахте, не позавидуешь. В подземные воды заливают шахтеру лицо. Мелкая пыль смешивается с водой и покрывает людей с ног до головы. А бесконечно льющиеся потоки грязи мешают дышать. Тяжелый отбойный молоток нужно все время держать на весу. Но работу не останавливают ни на секунду. Изумруды могут оказаться в породе в любой момент. Очень шумно. Ничего не слышно. Гроб, а какие-то взрывы. Капает сверху. Какой-то дождь. Видно, как ему тяжело. Он мокрый до трусов. Коридор очень узкий. Работают по одному человеку. Здесь живая очередь. Когда один человек устает, набирает породы достаточно для вагонетки, в работу вступает следующее. Первый шахтер отработал свою норму. Отбойный молоток ненадолго выключают, чтобы собрать породу. Господи! Йохайру, сколько лет ты уже работаешь тут? В этой шахте два года. Каждый день, кроме выходных? Да. Какая зарплата в месяц? 908 тысяч в месяц. Это 200 с небольшим долларов, да? Даже чуть меньше. Так какую же тогда основную стимула? Мечта каждого шахтера найти большой и хороший камень. То есть, получается, мечта настолько сильная, мечта об этом изумруде, который изменит жизнь, что ты готов годами ждать этот шанс и веришь, что обязательно случится? Я в этом не сомневаюсь. Рано или поздно я найду изумруд. О чем ты думаешь, о чем мечтаешь, когда работаешь отбойным молоком? За деньги с изумруда я хочу дать образование своему сыну, чтобы ему не пришлось работать так тяжело, как мне. Как и у Джахайра, у каждого здесь своя мечта. Когда я найду изумруд, мечтаю отправиться путешествовать по миру. Я мечтаю найти камень, чтобы купить дом для моих родителей и выучиться на инженера. Я хочу найти камень за 2000 миллионов и пожертвовать деньги бедным. Моя самая большая мечта дать своим детям образование и стабильность. Цель благородная, но поиски изумрудов – это большая авантюра. Никто и никогда наверняка не скажет, сколько придется ждать свою находку. Возможно, годы, а возможно, даже всю жизнь. Главное верить. Можно я возьму отбойный молоток? Да, конечно. Попробуй. Бури вот здесь и здесь. Постарайся закрывать глаза и береги ноги. Ага, ага, я понял, да. Стоя? Ну, на блоке взлетай в маске. Я вначале не понимал, почему снимают респираторы. Ну, тяжело, действительно. Воздуха здесь не хватает. Плата, поехали. Свои бороды падают под ноги. На полу груды камней. За свои 30 минут с молотком я должен буду отколоть еще не один десяток килограммов. Очень тяжело. Очень. Держать отбойный молоток все труднее. Но его можно отложить только в двух случаях. Если закончили свои полчаса или когда в породе засверкают изумруды. Тогда шахтеры берут более тонкий инструмент. Но до тех пор ты должен бурить без остановки. Под дождем и подземный хвост с грязью. Что вы сказали? Не знаю. Меня не стоит найти изумруд. Пропадает каждый минут. Окей, работай. Очень жарко. Влажно. Душно. Тяжело. Потому что этот надобойный молоток весит около сколько. Фух, дышишь этой пылью. Чувствую там. Фух, во рту вот эти мелкие камушки. Это может быть... Знаете, во всем нужно искать позитивные моменты. Возможно, во рту есть изумруды. Я их наглотался. И это, друзья, образцово-показательная шахта. А представляете, когда уже в заброшенные шахты спускаются люди просто для того, чтобы испытать удачу на том объекте, который уже закрыт. там условия еще хуже, еще опаснее. Но мы верим в лучшее. И работаем! Дробаху! В конце рабочего дня мы вывезем из шахты несколько вагонеток с породой весом около полутонны каждая. А пока эти несколько тонн нужно надробить. Следующий шахтер уже готов. Меня смени. Смотрите, какие гигантские глыбы отвалились. Я свои полчаса отработал. Я мокрый насквозь. Аккдот трусов в прямом смысле слова. Что-то по всему, я еще и грязный. Ну да, в отражении так видно, что... Ребят, скажите, сколько я примерно в килограммах собрал? 75 килограммов. У меня такое ощущение, что не 75 килограммов, а 75 тонн. К сожалению, изумрудов в породе не видно. Фух, сейчас отдышусь. Но не тут-то было. Породу пора грузить в вагонетки. Бери лопату. Оп. Как думаешь, есть изумруды или нет? Нет, здесь точно ничего. А откуда ты знаешь, что нет точно? Потому что мы сегодня не добрались до ветки с изумрудами. То есть это вот как существует понятие золотая жила, так же и изумрудную жилу нужно найти? Да. Сотрудники практически уверены, что изумрудов нет. Потому что если бы они были, это было бы заметно, да? Да. Конечно, мы бы уже заметили. Даже чтобы добраться до изумрудов, иногда приходится месяцами работать, чтобы попасть в ту зону, где природа 40 миллионов лет назад начала создавать эти красивые зеленые камни. Есть изумруды или нет, а шахтерам все равно нужно очистить тоннель от лишней породы. Часть нашей бригады уже наверху, и мы отправляем им породу ведра. Все очень просто. Ведро, крюк, фиксируем. Раз. И готово к отправке. Потрусили трос, и включается лебедка. Тут лучше соблюдать правила, не стоя под грузом. Видите? Даже человек, который здесь работает, не выходит. Если сорвется ведро 300 килограммов, то понятно, что добром не закончится. Ведра с породой наверху. Свою смену мы практически отработали. Ребята, поднимайтесь обедать. Заслужили. Честно говоря, я замотался. Работка не детская. Я теперь, когда буду в ювелирных магазинах видеть на витрине изумруды, ух, я буду этот свой дать. Каким трудом достается. Ух. Ух. Выходим в этот большой тоннель. О, класс. Хорошо дышится, вижу свет в конце тоннеля. Круто, друзья, видеть, что есть мужики, которые способны практически на все. это не человек, терминатор. В хорошем смысле этого слова. И он делает это и мечтает о том, что однажды в одной из этих глыб окажется изумруд, который изменит жизнь и его, и всей его семьи. Но изумруды так просто не находятся. Сначала нужно не на шутку попотеть. Наверняка в те дни, когда шахтеры находят изумрудную жилу, работа идет веселее. А сейчас единственное, чего хочется, просто подышать чистым воздухом. Как же это прекрасно. Видеть свет и выбраться из подземелья. Ой, круто. Ребята, спасибо большое за эту первую смену. Работа в шахте, понимаешь, такой труд под силу не каждому. Говорят, в вузах есть негласное правило. Стараться не брать на работу мужчин старше 25 лет. Тут круче, чем в большом спорте. С возрастом силы и здоровье для такой изнурительной работы в условиях шахты уже может не хватать. По дороге на обед я решил узнать, правда ли это. Ребята, сильно устали? А как же. А скажите, сколько в среднем занимаются такой работой? Я смотрю, вы все ребята молодые и я не вижу пожилых людей. В принципе, работать можно, пока есть силы. Если у пожилого будет столько же сил, сколько у молодого, он будет работать. Что не так? Начинается какая-то дискуссия. Судя по всему, я затронул сложную тему. С помощью гида пытаемся разобраться. Парни просят ненадолго выключить камеру. Вы знаете, на самом деле, без камеры ребята сказали совершенно другое. Они сказали, что работают где-то лет 13-14 и потом увольняют. Вот такая реальность. Но это говорили без камеры. На камеру такой никто говорить не готов. Работу в шахте парни комментируют осторожно, боясь потерять свой шанс. Но, судя по их словам, в изумрудную лотерею каждый играет на перегонки со временем. И в глубине души боится не успеть. Ведь через 10 лет эти ребята смогут лишь копаться в остатках породы у реки. Но такие мысли шахтеры стараются гнать подальше. Тем более, что впереди лучшая часть дня – обед. Мужики, приятного аппетита. Спасибо. Посмотрим, что едят шахтеры и откуда у них такие силы. Синьорита, здравствуйте. Что у нас сегодня на обед? Серду, свиные ребра, рис и традиционная булочка. Ничего себе еда. Круто, слушайте. Скажите, мужики, а каждый день так вкусно кормят? Да, каждый день так. За счет компании, да? Да. Круто. А только обеды дают? Завтрак, обед и ужин. Трехразовое полноценное питание. Питание хорошее. И минимальная зарплата. Чуть больше 200 баксов. Для Колумбии, как видите, учитывая количество желающих, работа востребованная. Высокооплачиваемой ее не назовешь. Но в шахты стремятся не те, кто делает ставку на зарплату, а те, кто не оставляет надежды найти изумруд своей мечты и разбогатеть мгновенно. Вот смотрите, друзья, я обратил внимание, что у меня дрожат руки. А это, видимо, из-за того, что было очень сильное напряжение в мышцах, когда я работал отбойным молотком. Что вообще руки у меня не дрожат. Вот сейчас, смотрите, держу косточку и руки дрожат. Ребята, у кого-то еще руки дрожат после молотка? Да, постоянно. Да? У него еще и ноги дрожат. Все, постарел. После обеда пустую породу и шахт сбрасывают во враг. Мы с ребятами расстроены. Но мир наизнанку всегда показывает правду жизни. Она заключается в том, что изумруды можно не находить месяцами и даже годами. Это и есть парадокс жизни в музах. Шанс есть у каждого, и когда это произойдет, неизвестно. Этого может вообще не произойти. Да, ты будешь годами всматриваться в породу и по небольшим белым вкраплениям пытаться предугадать успех. Надеяться, что однажды изумруд сверкнет тебе в ответ и что ты всю жизнь рылся в породе не зря. А вот повезет ли? Ответа на этот вопрос нет. В шахтах есть ветки самцы и ветки самки. В ветках-самках находятся изумруды, а ветки самцы указывают путь к камням. Видишь, в этом камне из сегодняшней породы есть светлое вкрапление. Такая светлая порода может быть только в ветке самки. Думаю, сегодня мы наткнулись на ветку, которая точно будет изумруды. Значит ли это, что уже завтра парни найдут долгожданные камни? Сказать трудно. Было бы очень досадно узнать, что я промахнулся буквально на один рабочий день. И драгоценную жилу ребята нашли без меня. Как журналисту мне было бы обидно, но по-человечески я желаю, чтобы именно так и случилось. Ведь каждый из этих парней работает так тяжело, что заслуживают изумруд своей мечты. Это самая настоящая лотерея. Изумруды удивительные камни. В шахте могут работать тысячу человек на протяжении пяти лет и ничего не найти. А потом в шахту спустится один счастливчик и найдет тот самый изумруд. Такова судьба. У вас как зовут? Йохан. У вас брекеты и мне кажется они с изумрудами. Я ошибаюсь или нет? Да, так и есть. Так я притягиваю изумрудную удачу. Вот, друзья, что значит настоящие фанаты своего дела. Сотрудники изумрудных шахт Колумбии. Муза город мечтателей. Он живет надеждой на удачу. За ней охотятся и в изумрудных шахтах, и у изумрудной реки, и на центральных приисках, и даже на центральной площади города. Причем очень необычным способом. Проходя здесь вечером, я заметил кур в тележке. И это не просто куры. Это призовой фонд. Одно из самых популярных лотерей в городке Муза. Если посмотреть на табличку, это отделение лотереи. Здравствуйте, кто хозяин тут? Ваши курочки? Да. Покажите. Вот, видите, нарисованы призы. Друзья, я такого нигде не видел в мире. Сколько стоит билет? 10 тысяч песо. А когда результат? Завтра утром. Смотрите, вот символически можно выиграть 500 тысяч песо, можно выиграть курицу, можно выиграть колонку. Это все лотерея. А вот еще разыгрывают лотерею. Это какая-то машинка на радиоуправлении, куклы. Прикольно. Ну что, испытаем удачу. Попробую выиграть курицу. Тем более, что в столице, в богате, мы были на ритуале так называемого дьявола, который якобы гарантирует, что после его колдовства люди выигрывают лотерею. Я сын дьявола. Могу любого человека сделать богатым. Ах, как ухаси, как ухаси, как ухаси, как ухаси, как ухаси. Правда, в богате колдовство не сработало. Но может, какой дьявол, такой и выигрыш? На миллион магии не хватило? А вдруг хватит на курицу? А можно выбрать любой, или нужно верхний срывать? Я хочу полистать номера посмотреть. Может быть, мне попадется счастливый номер? О, 333 и 666. 666 это число дьявола. Если выиграет этот билет, и я получу свою курицу, значит, возможно, ритуал сработал. А если не выиграю, значит, не сработал. А как узнать результаты? Где? Завтра утром вывесят на доске. Вот, друзья, доска, где пишут выигрышные номера. Возникает вопрос, как убедиться в честности лотереи? И где гарантия, что номера не подтасовывают, а призы не отдают своим? Секрет именно в этой доске. В ней вывешивают результаты государственной лотереи. И те номера, которые стали выигрышными в национальной лотереи, считаются выигрышными и у мелких организаторов. Очень азартный народ. Держите. Чтобы все было честно, продавщица записывает на билете мое имя. Имя Пагу. Удачи. Спасибо. Возможность обогатиться здесь буквально на каждом шагу. Вот, посмотрите внимательно. Стоит машина. И это тоже лотерея. Вот написано сегодня играет вот такой митсубиси. Наш интерес незамеченным не остался. Продавщица билетов тут как тут. Сколько билетик стоит? 120 тысяч. Оооо! Слушайте, дорогая лотерея. 120 тысяч это ничего себе. 33-35 долларов. Это такой дорогой билет? Это еще и со скидкой. Со скидкой. Слушайте, я не знаю, хватит ли. Вот, например, за эти билеты люди еще не внесли полную сумму. А, вот видите, какая система. Если у человека не было с тобой денег, он вносит предоплату, потом доплачивает уже полную сумму и тогда ему отдают билет. Вы в кредит взяли билет, да? Да, сеньор. Дорогой билет, да? Нет, сеньор, а вдруг я выиграю машину за 40 миллионов песо? Я уже как-то выигрывал. 2 миллиона, 3 миллиона, 5 миллионов. На что вы тратили деньги? Покупал запчасти для машины. Видимо, теперь мужчина решил не мелочиться и выиграть машину целиком. А вы гуакера? Да, гуакера. Приехал вот с добычи. А вы сегодня нормально насобирали камней? Да, мелкие нашел. Покрыли стоимость билета хотя бы? Да, сеньор. Как вас зовут? Какао. Какао. Какао, я желаю вам удачи. Надеюсь, что завтра вы выиграете машину. Она вам нужна. Спасибо. Добро пожаловать в муза. Спасибо, спасибо. Друзья, просто фантастика. Люди, которые живут в лотерее, потому что живут за счет изумрудов. Играют в лотерею. А кто проводит эту лотерею? Кто определяет призовой фонд? Это ваша частная инициатива? Это моя лотерея. То есть вы купили машину, распечатали билеты и проводите розыгрыш сами, да? Да, так и есть. Посмотрите, посчитаем математику. Машина 2005 года. Она в Колумбии стоит от 8 до 12 тысяч долларов приблизительно. Тысяча билетов максимально можно продать. Давайте посчитаем просто. 120 тысяч разделить на 3800. Это курс на сегодняшний день. 31 доллар за билет. И умножить на тысячу получается 31500 долларов. Выручка от лотерейных билетов. А машина стоит где-то 10 тысяч долларов. То есть 20 тысяч долларов прибыль семьи. То есть основа бизнеса простая. Стоимость всех билетов гораздо больше, чем стоимость машин. Но вся тысяча никогда не продается. То есть для вас тоже это лотерея, да? Да, конечно. Более азартного города я в своей жизни еще не видел. Куда уж тому Лас-Вегасу. Ну раз уж так принято, то и мы гульнем на все. Пожелайте мне удачи. Удачи вам. Результат будет завтра. Если вы играете, мы позвоним. Для этого оставляю свои контакты. Комаров. А вдруг? Спасибо, сеньора. Это фантастика. Я уже вижу мопед. Азарт страшная вещь. Начинаешь с одного билетика, а дальше остановиться просто невозможно. Я сегодня сделаю максимальные ставки. Добрый вечер. Здравствуйте. Смотрите, я сегодня играю по-крупному. Сколько стоит билет? 25 тысяч. Беру. А вот еще такое разыгрываем. Что, можно выиграть такое кольцо с изумрудом? Да, с изумрудом. Билет всего 10 тысяч паса. Давайте. Не знаю, зачем мне кольцо, просто хочу проверить удачу. К моему набору добавляется еще один лотерейный билет. Пожалуйста, кольцо, мотоцикл, курица, петух, пиво и колонка и машина. А хотите лотерею на сепочку? Вы посмотрите, тут просто вообще, что творится прямо на улице. Можно выиграть еще вот такой золотой кулон. Такого клиента, как я, упускать нельзя. Кулон дают примерить. Сань, как я смотрюсь? Неплохо. Неплохо? Золото, бриллианты и изумруды. Полный набор роскоши. Ну, хорошего понемножку. Так, спасибо. Сколько билет стоит? 50 тысяч. Господи, вы меня разорите. 50 тысяч, это тоже недешево, это больше 10 долларов. Девочки, девочки, видите, такая движуха здесь, как это, тоже такие барыги. Удачи. Я купил практически все билеты и проверю свою удачу. Ну, друзья, мы возвращаемся в то самое место. Результаты лотереи уже известны. Вот, пожалуйста, 8, 8, 6, 7. Ну, что, я, кажется, ничего не выиграл, потому что такой номер я точно не помню. В общем, друзья, мы получаем очередное подтверждение, что жить в лотереи это не самый надежный способ получить деньги. И, тем не менее, все жители муза изо дня в день снова и снова стараются поймать удачу. Но удается это одному на миллион. В окрестностях Муза живет именно такой человек. Миллионер, который разбогател на изумрудах. Кто-кто, а он наверняка должен знать, как привлечь удачу. Дом нашего героя находится вот там вот в лесу. Я на своей машинке старенькой тут не развернусь. Здесь пройдем 50 метров фишком. Ну, и ехать к изумрудодобытчикам без подарка это просто преступление. И подарок здесь, в этих местах, думаю, вы уже догадались, может быть только один. Ящик пива. На сигнализацию поставишь? На сигнализацию? Пик-пик! Я даже ключи не доставал измелька. В теории у дома миллионера наша колымага вряд ли кого-то заинтересует. По крайней мере, так я думал, пока не увидел, что стоит на миллионерской парковке. Да, конечно, странно. Мне сказали, что здесь живет миллионер. Машинки такие скромные, старые. И домик не миллионерский снизу. Может быть, тот верхний его дом? Бойно стардец! Здравствуйте! Меня зовут Дима. Очень приятно. Мигель. Это вам традиционный подарок. Спасибо, спасибо. Проходите. Можно зайти? Жена, иди познакомишься с моим гостем из Украины. Бойно стардец! Как вас зовут? Обейра Гайтан. Меня к вам направили как к миллионерам местным. Это она миллионерша. Шутки шутками, но Мигель и Обейра владельцы крупного строительного бизнеса. Весь свой капитал пара вкладывает в недвижимость. Это проект нашего коттеджного городка. Мы вот тут. А это дом, который наверху. Это дома, которые мы уже построили. Ага. Но это только один из моих проектов. Всего у меня их три. Тут же мне показывают проект второго городка. Ого, тут масштабный проект. А что принадлежит вам? Все здесь мое. Так, а сколько ж тут домов? 118, 119 домов. Ничего себе! Вот это масштабы! В Муза все мечтают о доме. Похоже, Мигель воплощает эту мечту для всех жителей города сразу. И чтобы продемонстрировать достижение не только на бумаге, ведет нас к готовому коттеджу. А сколько стоит такой дом? 100 тысяч долларов. Вы сказали, что это тоже ваша стройка, да, внизу? Строим дом для моего знакомого. Ему было негде построить жилье, и я подарил ему участок. А, вы подарили участок? Ничего себе! Я по-дружески принес пивка. А тут, оказывается, подарки немного другие. Абейра, Мигель, у меня к вам главный вопрос. Что за изумруд, который изменил вашу жизнь? Я работал на шахте Коскоэс. Это был 91-92 год. Зная, что из шахты можно вынести изумруд, я пошел туда работать. Мы разрабатывали шахту, прокопали ее на 1200 метров, и все это без единого цента. Работали за еду. И вроде как был договор с хозяином, что с найденных изумрудов мы получаем процент. Но это было вранье. Когда я приносил камни, шеф всегда говорил, если это все, что ты принес мне, то сколько же ты утаил? Он не делился. Поэтому, если ты хотел заработать хоть что-то на изумруде, его нужно было тихонечко спереть. Мы сказали, что камень нужно спереть, аккуратненько спрятать. Вот вспомните тот день и тот камень. Как вы его увидели, как вы его спрятали? В тот день я, как обычно, без иллюзий и особого желания пошел на работу в шахту. и работая отбойным молотком, заметил, что в породе поблескивают маленькие изумруды. Чем дальше я дробил породу, тем лучше попадались камни. И тогда, чтобы тайком взять один, я незаметно толкнул своего напарника. Он упал на соседа, а тот на следующего. Пока все падали, как домино, я быстренько бросил изумруд себе в сапог. Ваши партнеры стояли за вами вот так, да? И как вы сделали? Я просто толкнул всех и бросил камень в сапог. Кто-то, возможно, сейчас осудит вас, скажет, ну как, это же нечестно, это же твои компаньоны, почему ты их оттолкнул? Они зарабатывали больше меня. Пока я работал молотком, камни летели вокруг, и они могли их подобрать. А я не имел права остановить молоток, чтобы подобрать изумруд. На меня бы накричали и выгнали из шахты. А, то есть, тот, кто с молотком, руки заняты. Я пробовал, я знаю, как это. Оказывается, в этом деле столько тонкостей, что по неопытности я просто не мог заметить, как все мои коллеги, которые стояли сзади, спокойненько складывают изумруды по карманам. А был какой-то контролер, который следил за тем, чтобы все камни хозяина не оказались в сапогах? Да, всегда были контролеры. То есть, это у вас так быстро сработала смекалка, что нужно, чтобы никто не увидел, оттолкнуть соперников? У меня был огромный стимул. Он в это время голодал дома. Мы были очень бедными. Спали на матрасе на полу. У нас даже телевизора не было. Я постоянно думал о будущем своей жены и шестимесячной дочки. Теперь я понимаю, почему вы так выступили. Азартно, наверное, было посмотреть, что же там в сапоге, когда выберешься из подземелья. Сердце из груди выскакивало. В конце смены я спрятался и посмотрел, потому что сгорал от любопытства. Не мог дождаться, когда выйду из шахты. Нет, ну так, вот вы понимаете, что вы рисковали тогда. Лучше было дойти до дома в этих сапогах. Нет, я сначала хорошенько огляделся по сторонам. Тот камень был у нас дома 8 дней, пока мы искали покупателя. И каждый день мы доставали и смотрели на него. А сколько карат? 57 карат. 57 каратов? Сумасшедшие деньги. Сколько стоил этот камень? 30-35 тысяч долларов. Будем откровенны. Я ожидал услышать большую сумму. Это, естественно, большие деньги, но это не предел мечтаний всех людей в городе Муза. Машины некоторые дороже стоят. Все мечтают найти за миллион долларов сразу. Что вы сделали с этими деньгами? Сначала мы купили квартиру в Богате. Где-то за 10 тысяч долларов. Взяли ее, чтобы жить там с тестем и тещей. Квартира была не в лучшем районе. Тесть был так счастлив с нами жить, что сказал возьмите мои деньги, пойдите купите другую квартиру и там живите. Тесть добавил нам где-то 10 тысяч. Я купил вторую квартиру, а позже взял кредит и на третью. А почему вы, продав первый дорогой камень за 35 тысяч долларов, не ограничились одной-двумя квартирами, а стали еще набирать кредиты? Чтобы заработать капитал. А если бы не получилось, если бы не продали квартиры дороже? У меня всегда была чуйка на бизнес. Покупая квартиру, я вкладывал деньги в котлован. Сколько вы заработали с этих первых трех квартир? Первую квартиру я купил за 10, а продал за 20. Вторую тоже купил за 10, а продал за 20. А третью купил за 70 и через время продал за 170. С этими деньгами я вернулся в муза, чтобы купить здесь землю. Вау! Получается 125 тысяч долларов вы заработали на трех квартирах. В гектарах у вас сколько здесь земли? Здесь у нас 18 гектаров. 18 гектаров! Я теперь не спрашиваю, почему у вас такая скромная хата. Я теперь понимаю, что это просто у вас база. Я живу скромно. У меня нет роскошной машины. Самая обычная. Все деньги мы вкладывали в дело. Вы продали камень за 35 тысяч долларов. А теперь давайте посчитаем ваше сегодняшнее состояние. Ко мне после вашего интервью налоговая инспекция придет. Не бойтесь, это выходит не в Колумбии, никто не увидит. Сейчас мой капитал около миллиона долларов. Достойный пример. Все благодаря изумруду и тому, что я не пропил деньги. Если бы я начал выпивать, то обанкротил бы ликеро-водочный завод. Мигель, конечно, все переводит в шутку, но в этой истории есть один показательный момент. Кстати, вы сказали, что вы были с отбойным молотком, а ребята, которые стояли сзади, в сапоги прятали больше. Но вот эти ребята, которые в сапоги прятали больше, они тоже богатые сейчас? Одному из них мне пришлось подарить землю, чтобы ему было где жить. То есть у них нет денег? Нет. А причина все та же? Вот эти дискотеки, гулянки и веселье на улицах? Дискотеки, женщины, танцы. У Мигеля и Аберы подход другой. Они вкладывают в стройку. Поехали, посмотрим, как строятся ваши проекты. Конечно, поехали. Все это время меня не покидала одна мысль. Получается, многие из тех, кого мы встречали в муза, немного подкопив, смогли бы, если не повторить, так как минимум приблизиться к успехам Мигеля. Дженси и Снайдер уже несколько раз находили изумруды более чем за тысячу долларов. Лина за пять тысяч долларов. А Солидат однажды достала из реки камешек стоимостью с небольшой деревянный дом. У каждого из них нашлось, куда потратить деньги. Тем временем Мигель показывает, во что вылилась его находка. Вот тут начинается мой комплекс Эсмеральда. Этот дом я продал прямо вместе с машиной. Раньше это была моя машина. А здесь на этой неделе начнут строить многоквартирный дом. Этот дом будет стоить примерно сто тысяч долларов. Это тоже ваше все, да? Да, тоже на продажу. Здесь покупатель построит супермаркет. А здесь будет кафе со смотровой площадкой. Представляете, пить кофе с таким видом. Масштабные у вас планы, конечно. Это тоже все ваши дома, да? Да, конечно. А здесь я хочу построить дом, чтобы разыграть в лотерею. В смысле? Продадим тысячу билетов. Чей номер выпадет, тот выиграет дом. То есть это так же, как на площади разыгрывают кур, старые машины и игрушки? Точно так же. 70 тысяч долларов стоит дом. Я делаю тысячу лотерейных билетов. Каждый продам за 100 долларов. То есть получается вложили 70, получили 130, заработали? Да, могу заработать 30 тысяч, а могу и прогореть, если не продам все билеты. Все-таки город Муза и местные жители без лотереи жить не могут вообще никак. Да, а вот и реклама. Вот, прикольно. Лотерея. Мой дом в Муза. 186 квадратных метров, двухэтажный, полностью готовый для въезда, есть все документы. И, представляете, билет можно купить в кредит на один год. И снова жить надеждой. Кстати, очень символично, потому что большинство людей, которые собирают изумруды в реке, говорят, что мечтали бы о своем доме. Так что, сколько билетов возьмешь? Я уже пытался выиграть курицу. Даже курицу не получилось. Курицу не получилось, а дом, может, и выиграешь. А сейчас я покажу наш самый премиальный проект. Тут даже такое бывает? Да, конечно, на холме. Этот дом мы строим для моего друга из богаты. 400 квадратных метров. Здесь будет бассейн. Наверху вертолетная площадка. А это будет зона барбекю, сауна и джакузи. Сколько будет стоить такая фазенда? Около 250 тысяч долларов. Такого уровня фазенда в бассейном джакузи с вертолетной площадкой 400 квадратных метров у нас будет стоить миллион и больше. Сколько вы заработаете на строительстве этого дома? Где-то 20-30 тысяч долларов. Построите вы его под ключ где-то за год, я думаю, да, весь проект? Должны построить за 7 месяцев. А теперь давайте вспомним вашу прошлую жизнь изумрудную и жизнь большинства людей муза, которые занимаются только изумрудами. Сколько нужно времени, чтобы 20-30 тысяч долларов заработать на изумрудах, если случайно не попался уникальный камень? Минимальная зарплата шахтера в Колумбии 250 долларов. Приблизительно нужно три жизни, чтобы заработать такие деньги. Три жизни. А чем занимается человек из богаты, который строит такой дом шикарный? Жакузи с бассейном? У него был изумрудный бизнес. То есть все-таки примеров, когда люди разбогатели, используя изумруд, достаточно? Да, это примеры, когда люди хорошо распорядились находкой. Изумруд это деньги на один раз. Гораздо важнее хорошо подумать и правильно вложить деньги. На самом деле, вы сейчас сказали, пожалуй, самое важное из того, что я услышал в этом городе. Важно не искать камень, который обеспечит тебя на всю жизнь, потому что вероятность очень мала, как и вероятность выиграть лотерею. Важно правильно распорядиться с тем, что у тебя уже есть, и не потерять то, что ты нашел. Мигель, спасибо огромное за интервью, за то, что вы мотивируете людей двигаться дальше и получать больше. Спасибо за встречу. От себя скажу, что тут у нас в Муза есть земля, куда можно хорошо инвестировать. Настоящий бизнесмен сразу предлагает купить землю. Я подумаю. Ну и конечно же мы не можем уехать, не оставив Мигелю кое-что на память. Это традиционная украинская вышиванка для вас. Большое спасибо. А это для вашей очаровательной супруги. Спасибо. Дальше. Шапка справедливого казака. Теперь я украинец. Веночек для вашей. Окей. Тоже мне. Нет, для жены. Для жены. И это подкова. Подкова на счастье. Спасибо. Ну и в вашем регионе без такого украинского подарка не обойтись. Водка с перцем. Спасибо. Или вы не пьете. Нет, а то потрачу все деньги. А, то есть водку не дарить? Нет, нет, давайте. Авантюрные жители города Моза не оставляют попыток найти изумруд за миллион. Потому что каждый день слышат истории счастливых находок, как у Мигеля. Но есть важный нюанс. Помимо везения, в жизни важно работать, а не просто надеяться на чудо. А найдя камень, не пробивать его, а находить возможности, куда инвестировать деньги, быть ответственным за свое будущее. Богатство редко приходит в виде одного камня. Камень может стать просто ступенькой в новую, обеспеченную жизнь, если правильно им распорядиться. Пример этого человека доказывает, что успеха добивается тот, кто работает, а не надеется на чудо или выигрыш в лотерею в прямом или переносном смысле. Главное уметь разглядеть и не упустить свой шанс, когда жизнь тебе его дает. И работать, работать и еще раз работать. Смотрите в следующей программе «Проклятие изумрудных сокровищ муза». Почти все мои товарищи умерли от руки своей же банды. Мы откроем самые драматичные страницы истории изумрудного города. Изумрудные луи. Сколько людей вы убили? Не знаю, не могу посчитать. Проведем эксклюзивное интервью с киллерами противоборствующих банд. Когда ворвались убийцы, всех женщин закрыли в комнатах и дуалетах, а всех остальных стали просто убивать. Попадем на секретную базу изумрудной мафии. Говорят, что здесь в стенах спрятано оружие и изумруды. Прикоснемся к невиданной роскоши. Такой богатый дом, такая территория. И ужасающей нищете. Это называется трущобы. в самом богатом регионе, где самые дорогие изумруды в мире. Чтобы разгадать загадку главного богатства и проклятие муза. Ничего не могу поделать. Я его жду, я его вижу, я живу этим. проруму. Редактор субтитров Корректор А.Егорова